всем приветики купила себя значит переходник для подключения к мобильному телефону usb устройств вот в такой коробочке он пришел вот он сам переходник микро usb на usb тут и показано что к телефону он подключается кстати телефон чем-то на мой похож такие же там значки вот такой коробочки по бокам здесь ничего такого нет особо так сзади ну здесь была наклейка со штрих-кодом я сорвал поэтому так грязная некрасиво выглядит показан телефон и то что к нему может подключаться вот переходник сам можно подключить картридер с разными флешками клавиатуру мышку флешку вот в коробке больше ничего нет сам переходник вот он как бы микро usb и usb вот например у меня тут рядом флешка есть вставим флешку туда лучше мне кажется вставлять пока она не подключена потому что когда подключаешь к телефону с телефона берется питание на на флешку дается на клавиатуру на мышку чтобы там не подключил то с телефона именно идет питание поэтому лучше пока питание нету все подключать пока нет питания как бы вот тут сразу уже влазит проводник спрашивает можно ли мне подключиться говорим что можно сразу видит флешку usb 16 гиг то есть удобно не надо там подключаться компьютеру сразу на флешку скинул а с флешки потом на любой компьютер вот как бы название флешки transcend нажимаем и вот он файл который на флешке бездна ну и вот как бы открывается идет там ролик видно что работает трудно сказать определенно ну работает как бы это через сторонний проводник как бы через ес проводник а есть еще проводник стандартный который идет вместе с мостами телефона вот он открываем он пишет usb накопитель подключен ну и тут появляется значок usb нажимаем на него и сразу открывается но без надписи что transcend сразу вот она как бы все лоздыр это телефон создает такую папку ну здесь уже открывается здесь уже более лучше работает чем через есть проводник через здесь проводник там она подлагивает немножко здесь без лагов сразу все работает ну потому что типа стандартная все нормально вот чтобы отключить чтобы отключить чтобы отключить открываем панель уведомлений и нажимаем извлечь и все она извлекать и даже если это захочется зайти к примеру то она уже когда нажмешь скажет что он не подключен либо панель уведомлений и в этот момент можно отключать просто берем и отсоединяем все но она не на всех устройствах работает я пробовал подключать к своему самсунгу старому с третьему на четвертом андроиде потому что тут на этом 8 android здесь работает она там не работала это еще надо как бы смотреть чтобы ну телефон поддерживал такие функции по идее нужно со второго андроида работать но это уже наверно от производителя зависит добавил ли он туда функции ну программные функции типа распознавания юсб устройств или нет вот как то так так но теперь можно попробовать подключить клавиатуру с мышкой это провод из клавиатуры это от мышки вот провод сюда и сейчас попробуем так берем кабель подключаем к нему разъем юсби от клавиатуры и вставляем все это в телефон на телефоне сразу появляется настройка физической клавиатуры текс надо где-то опробовать теперь пробуем и в заметках переходим в заметки создать новую заметку и вот например на клавиатуре начнем писать что-нибудь работает правда единственное что русский не работает переключаешь раскладку он там переключилась английская я нажимаю control shift он раскладка меняется на телефоне но как писала английским так и продолжает писать неважно при какой раскладке это плохо так было бы круто чтобы можно там можно было бы тогда печатать с клавиатуры но из то что нет не видит русский язык неудобно как бы а теперь сейчас тогда соединим и попробуем подключить мышку закроем это все дело и подсоединим мышку сейчас мы отключим провод из клавиатуры подключим провод от мышки сейчас сменили мы немножко позицию чтобы было виднее саму мышку так подключаем к проводу но провод уже подключаем к телефону провод не той стороной сейчас перевернем сразу мышка загорелась так на телефоне ничего не пишет но когда берем мышку вот он сразу курсор появляется идем например настройки и пожалуйста колесиком крутим передвигается например идем куда-нибудь там в расширенной настройки все работает ну как бы круто можно колесиком крутить колесиком курсить к мышкой как обычно мы нажимаем нажимать левой правой кнопкой мышки возвращается на на одного на один экран назад то есть этой мышкой левой кнопкой мышки мы нажимаем открывает какой-нибудь идет нажатие а правой кнопкой мышки возврат и колесик колесиком можно крутить мишки на сама мышка двигается ну как бы удобно мышка работает ну как бы хорошо вот клавиатура он-то работает на жалко что русский не вид если в русский бы видел вообще бы идеально было бы конечно но так жалко конечно что они работают вот как-то так на этом все то есть как бы флешка работает мышка клавиатура работает но клавиатура не видит русские русский текст почему-то и нужно еще убеждаться в том поддерживает ли телефоны потому что вот этот телефон но всем андроиде xiaomi redmi но пятый поддерживает а samsung galaxy s3 на четвертом не поддерживает наверное это все таки связано с программной начинкой телефона думаю дело в этом том что сам android по идее и вроде бы со второй версии вообще должен поддерживать видимо не все разработчики ставят нужное программное обеспечение благодаря которым может все это работать вот на этом все всем пока